Всем привет дорогие друзья и гости моего канала. Меня зовут Мария и это мой канал о вязании, о рукоделии и все что с этим связано и не только. Сегодня я к вам подключилась, хочу с вами с удовольствием раскрыть посылочку. Друзья, если вам нравится тема распаковка посылок с пряжей, то оставайтесь со мной. Я приглашаю вас на этот влог. И посылка пришла немножко, да, посылки. Посылку я получила от Алены Абель. Мы с ней общались по телефону на днях и она сказала, что хочет прислать мне оставшиеся моточки пряжи, которые она нашла. Вернее, моточки пряжи, которые она мне дарила в последний раз. И она нашла еще несколько моточков этого сорта, да, этого вида пряжи. Речь идет о такой ленточной пряже с люрексом шоколадного цвета. Ну, просто шикарная. У меня уже есть планы на эту пряжу. Будет плечевое изделие. И когда я была у Алены, она сказала, если найдет еще где-то у нее были клубочки, она обязательно мне ее перешлет. Ну, и слово за слово мы общались. Я ей рассказала, что мои сестренки также начали сейчас вязать. Ну, наша вязальная тема, как всегда, да, девочки? И Алена сказала, что поделится еще с несколько клубочками пряжи. Показала мне короткое видео. Ну, я, конечно, у меня глазки разбежались, засверкали. Я все хочу. Я безотказная насчет пряжи. Так что, да, меня это очень обрадовало. Я сказала, Алена, пожалуйста, присылай. Я найду применение для любого клубочка. Там, тем более, такая пряжа, как пайетки, вискоза. Мне что-то в последнее время ваш это так тянет на такие шикарные вещи вязать. Я знаю, что изделия из шикарной пряжи такие, да, ну, индивидуальные, такие особенные. Их оденешь, может быть, один раз, два раз в сезон или в год, и все. Но все равно хотелось бы иметь шикарное платье в своем гардеробе. Из вискозы, или из шелка, ну, или что-то связанное из пайеток. Вообще-то, я не тип пайеток. Но сейчас, честно говоря, последний процесс Алены, который она сейчас вяжет, он меня заворожил. Мне так нравится эта идея, где она вяжет из пряжи Ализе. Fine, по-моему. Я не знаю, что это за пряжа Ализе. Надо еще раз посмотреть. Не внимательная была. Ализе, и она мешает пайетке. Это будет такой спортивный худи, да, спортивная такая кофта с неон цветом, внизу зеленым таким неон цветом. Эта идея мне очень понравилась. Так что, поэтому пайетки в будущем будут сверкать у меня также на канале, девочки. Ну, а сейчас я хочу вас пригласить к столу. Я выложу всю пряжу из посылочки на стол. И мы, в общем, посмотрим, что за клубочки Алена мне подарила. Со мной поделилась. Да, еще хотела сказать, если кто не знает, с Аленой познакомилась я на встрече в Аугсбурге, которую она организовывала. И, кстати, я оставлю в инфобоксе ссылочки на эти встречи. Ну, и вот с тех пор мы с Аленой общаемся. Мы живем даже не так уж далеко друг от друга. Час и полтора езды находятся наши города друг от друга. Но общаемся большинство вот так, по телефону, через YouTube. Каждый день в гости, конечно, ездить далековато. Но очень-очень рада, что я познакомилась с Аленой, с такой замечательной мастерицей, добрым человеком, зажигательным, веселым. Ну, давайте уже приступим к нашей теме и посмотрим, что за клубочки пришли ко мне в гости. О, боже мой! Алена! Ой, девочки, видно вам? На самом деле на его это... Это так шикарно выглядит. Посмотрите, какая у меня пряжа. Вот эта пряжа похожа на пехорку успешную. У меня есть пехорка успешная, такого цвета, лавандового. И там два моточка всего. И даже это может и есть эта пряжа, Ален. Это не пехорка случайно? Вау, какая красота! Стопроцентный хлопок. Стопроцентный хлопок. У меня есть пехорка успешная. И вот, смотрите, пожалуйста. Актуальный цвет, трендовый цвет прошлого и этого года. Ну, в этом году я не знаю, будет ли лавандовый цвет актуальный. Но я, честно говоря, не всегда отталкиваюсь на те цвета, беру, которые прям в тренде. Мне лишь бы цвет нравился, шел к лицу и была идея на этот цвет. И пряжу тогда осуществляется задуманная. Тогда без разницы, в тренде это пряжа или нет. В общем, вот таких два клубочка. О, красота какая! Девочки, вязать и вязать. Вот пряжа, да. Это серая пряжа, акрил. Алена мне говорила. Очень мягкая. Ну да, здесь можно пробовать и носочки, и без рукава на ребенка связать. И снудик. Очень прям мягкая на ощупь. Не знаю, вот кому интересно. Вот так называется фирма пряжи. Нео 50 грамм, 133 метров. Это полиакрил стопроцентный. И цвет пряжи 89,60. Вот таких у меня достаточно моточков. Можно связать и мужскую безрукавку, жилет. Или на ребенка безрукавку. Моя сестренка связала безрукавку сына. Он сейчас как раз начал ползать и ходить начал, делая первые шаги. И как раз вот, чтобы животик все было тепленькое. Можно такое. Или носочки тоже. В общем, классно. Вот такая вот у нас пряжица. Давайте посылочку отодвину бы так. И буду выкладывать, да, наверное, девочки. Как вы думаете? Ну-ка. Да. Так, вот эту пряжу Алена мне также показала в видео. Она сказала, что здесь нет ни этикеточки, ничего. Она состав тоже не знает, что это за состав. Но вот я как смотрю, да, вот сейчас передается цвет почти оригинальный на камеру. Чуть-чуть темнее. Но вот такой вот с пушком цвет. Видимо, здесь махер или кто знает, девочки, что это за состав пряжи. Как вы думаете? Здесь вот такой вот моточек и много волосинок от него. Ну, мягкая. Она не колется. Вот я на чувствительное место делаю. Если вот так, да, то очень мягкая. Интересная вещь может получиться из этого. Такой уютный-уютный кардиганчик или пулловер. Здесь достаточно клубочков. У меня таких клубочков сейчас два, четыре, в общем, шесть, восемь клубочков, девочки. Ага, восемь клубочков вот такой красивой пряжи. Состав, к сожалению, неизвестен. Но я думаю, что здесь шерсть в любом случае присутствует. Возможно, даже и альпака. Не знаю. Вот. Классная пряжа. Потом, да, вот эту Алена мне пряжу показывала. Здесь у нас немножко люрекс, да, называется. Здесь у нас 75% шерсти, 18% полиамид и 4% пульеста. Вот такой состав. Красивая тоже пряжа с люрексом. Ну, посмотрим, да, на что можно применить. Вот такая здесь интересная. А, Атлана Гросса. А, Ана Гросса. А то я читаю, что за фирма Рогатца. Ну, итальянская, да. Атлана Гросса. Цвет здесь 103 стоит. И рекомендуется здесь спицы номер 6 стирать при 30 градусах. Можно утюжить даже на однерочке. Вот такие вот значки. И таких моточков у меня 4 штука, девочки. Вот. Красивый переход цветов. Вот такой терракотовый, в темно-синий, бордовый. Интересный состав. Я, кстати, своей тете хотела связать, как наподобие, не палантин, а широкий шарф. Вот, красивые цвета, кстати. Но не знаю, хватит ли мне это на палантин. На шарф хватит, да, наверное, девочки? На шарф. А вот на палантин, наверное, навряд ли. Будем думать. Спасибо, Алена. Будем думать. Так. Вот здесь еще пакетик. А эту пряжу я тоже видела. Алена мне показывала. Здесь вот такой шикарный. Ай-яй-яй, какая-то красота. Да, на самом деле, вискоза, она очень сыпется. И поэтому моточки уже смотаны здесь вот так крепко. И в мешочек, и лежат в мешочке. Я их не буду вытаскивать. Посмотрите, как она крошится, да, рассыпается. А цвет какой богатый. Здесь, в общем, вискоза идет и такой тоненький-тоненький шнурок люрекса. Поэтому она так блестит. Смотрите, как она переливается. Да, она вечернее такое, да, плечевое изделие. Было бы красиво. Но немного она колкость. Вот я чувствую, у нее есть какая-то колкость из люрекса наверняка. Посмотрим, что из этого можно шедевральное связать, да, девочки? Напишите мне, что было бы красиво, на ваш взгляд, из такой вот пряжи. Нету у меня здесь не метража, но вот она тоненькая. Наверное, для крючка примерно полтора, самое много два. Или крючок 1,75. Три клубочка у меня вот таких. Вот. Что из такой пряжи вы бы связали? Очень сыпется, да. Но шикарная, шикарная пряжа. Давайте я отложу. Вот сюда. Ну, вот эту пряжу я тоже видела. Ой-ой-ой. Алена, по-моему, я из каких-то видео видела даже эту пряжу. У тебя такая шикарная. Цвет очень красивый, кирпичный. Также люрекс. Вот здесь у нас наподобие пряжа, девочки. Топ, который я связала. Топ диво. Вот такой именно люрекс там и я использовала. Вот, теперь у меня есть люрекс, такого кирпичного цвета, шикарный. Очень красиво будет сочетаться с коричневым, с карамельным цветом дивы. Очень красиво. И это у нас вот такая фирма. Не знаю, как прочитать. Итальянская пряжа стоит, что Made in Italy. Вот такие два, три. Три клубочка люрекса. Так что будем вязать шикарные, нарядные вещи. На все бы еще руки и время иметь. Вот, смотрите, какая красивая комбинация здесь идет. Вот моточек у меня здесь такого еще. Просто вискозы или хлопок. Ну, я думаю, вискозы. Смотрите, как красиво это будет сочетаться. Так, а вот они и пайетки, о которых я мечтала и долго ждала. Посмотрите, девочки, три вот таких клубочка пайеток. И на эти пайетки у меня уже есть идея. Они очень красиво будут сочетаться с белой пряжей. У меня есть бобиная пряжа, которую, да, белая бобинка. И вот как раз к белой бобинке будет красиво вот этот серебристый цвет. К белому цвету пряжи, да. А вот этот у нас, что у нас тут за фирма? Вот такая фирма. Кто знает, не знаю. Онлайн, онлайн что ли, что-то стоит. Онлайн, онлайн. Линия 3, 4, 4. Старлайт, 25 грамм. 100% напольестер. Спицы номер 3. И у нас в 25 грамм здесь 300 метров важно. В общем, это такой тоненький-тоненький шнурочек. И на них вот такие пайетки, да. Красиво выглядит очень. Я еще ни раз не работала с такой пряжей. Так что буду, буду теперь пробовать. Вот такие клубочки еще здесь. Красные клубочки акрила. Тоже на смесовочку. Хорошо. Ализе Дива. Разные моточки. Вот, посмотрите, девочки. Ализе Дива. Буду делиться с девчонками, своими сестренками. Будем вязать красивые вещи. Так, Дива здесь у меня на одной только этикеточкой. Цвет я могу вам сказать. Цвет вот этого моточка. Тоже красивая такая расцветка. Так, где цвет стоит? Колор, колор, колор. О, девочек нету. К сожалению, не могу вам сказать колор. Потому что, в общем, вот такие вот Ализе Дива 4 моточка. Так, а вот и в принципе это пряжа, которую Алена нашла. Фирма Аустерман. И что здесь за состав? Состав у нас вот такой. 65% хлопок, 35% полиамид. В 100 грамм у нас, в 50 грамм 100 метров. Вот такой красивый цвет. Сейчас найду, где стоит у нас цвет. Тут, 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 тут. Цвет, где ты? А, вот он. Ага. Вот у нас цвет номер 17. Аустерман. Вот такая вот красивая ленточная пряжа. Красивый салатовый цвет. А у меня уже есть вот такой коричневый цвет. Вот как мои ногти, да, примерно такого цвета у меня большинство клубочков. Так что может получиться очень красивое изделие. Вау. Спасибо, Алена, огромное тебе. Красивая пряжа. Иди в голове сразу. Ну, здесь клубочки, остаточки. Так, это я буду уже с девочками делиться. Вот, вот это тоже. Ой, какая сыпучая. У меня, кстати, уже есть в клубочках такая пряжа. Девочки, что можно связать из такой пряжи? Это тоже, да, наверное, добавка в такие летние изделия. Такая сыпучая. Ой-ой-ой, как она сыпется. Вот вискоза, 100% вискоза. Посмотрите. В 50 грамм, 125 метров. И спицы здесь рекомендуется 3,5 по 4. Красиво. Вот представьте, вот вискозу можно, мне кажется, как миксовать с хлопком, да, чтобы изделие получилось более устойчивым. Не знаю, девочки, я с вискозой не работала, только вот работала с Ализе Дива. Я знаю, что Диву надо отпаривать. А как обстоит дело с вискозой? Вискозу тоже надо отпаривать или нет? Как вообще? Кто работал с вискозой, можете мне написать. Пару советов, я буду вам очень рада. Стоит, что на руках надо? Нет, да, ручная стирка при 30 градусах. Вот такая вот клубочек вискозы. Вот такой фирмы, не знаю что. Но цвета очень красивые, такие яркие. Так, вот такие еще два мокочка. У меня на подобии есть пряжа от фирмы Груиндель. Тоже такого же цвета. Даже по составу выглядит очень-очень похоже. 50 грамм здесь у нас что идет? 50 грамм. Ой, метраж, метраж. А где метраж? Метража нету, девочки. Ну, в любом случае, здесь стоит, что на размер 40, 400 грамм примерно нужно вот такой пряжи. И вот такой желтенький клубочек. В общем, полосатиков можно навязать очень много. И, ага, вот такая вот еще хлопковая пряжа. 100% хлопок видно. Очень-очень мягкая, прям, ой, на детское изделие. Самое то, вот хлопочек, такая бандеролька маленькая. Эти клубочки я показывала уже. Это акрил также. Или, если я не ошибаюсь, да, это 100% акрил. Тоже для носочков, для следочков можно использовать прекрасный вариант. В бочках вот целый пакетик без козы. Очень много Алена специально запаковала в пакетик. Она мне сказала, что она сильно рассыпается, и поэтому она все сделала в пакетике. И вот еще, да, вот такая пряжа ленточная. В общем, красоты столько много ко мне пришло. Теперь только вязать. Ну что, друзья, вот и распаковала я с вами посылочку. Показала вам всю эту красоту, которая приехала ко мне. Клубочки, которые теперь будут жить у меня и дожидаться своего момента. Конечно, вся пряжа у меня не останется. Я обязательно поделюсь еще со своими сестренками. И, возможно, да, мне есть с кем поделиться, поэтому я не жадина. Я все себе не оставлю. Но серьезно, вот посмотрите на эту красоту, да. Как здесь они начинать. Вот сейчас хочется прям сесть и начать что-то вязать. Я благодарю вас, друзья, за внимание. Если вам было интересно со мной и вам понравилось видео, напишите мне это. Я буду очень рада вашей обратной связи. До следующего включения я пошла вязать. И желаю вам также творческого вдохновения, легких петелек. И до следующего включения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok